Независимый нрав и экзотический внешний вид индейцев всегда были притягательны для обитателей Европы. Одежда краснокожих, образ жизни, аксессуары, нравы и даже жилье радуют, вдохновляют, заставляют восторгаться и подражать им. Сегодня мы расскажем, как можно обустроить комнату в индейском стиле для вашего ребенка. Как правило, североамериканские индейцы кочевали и жили в переносных жилищах типе, домиках из шкур, хитрым образом наброшенных на шесты деревьев, или в вегламах, жилищах из жерде и сена. Но были также и оседлые племена, которые обосновывались в Пуэбло, укрепленных поселках, в домах, выстроенных из камня или сырцового кирпича. В условиях городской квартиры говорить о сугубо идентичном воссоздании индейского жилья, конечно, сложно, поэтому ограничимся стилизацией. Мы выберем цветом нашей детской или подростковой комнаты теплой, близкий к оранжевому терракотовой, естественно бежевый, цвет натурального дерева, или золотисто-соломенный. Стены обрабатываются любым способом в зависимости от вашей фантазии и возможностей. Можно на них наклеить обои, можно покрыть их цветной штукатуркой, а можно и просто покрасить. Пол стоит оставить деревянным или же отделать керамической плиткой, ведь нашим приоритетом в этом случае является экологичность помещения. Что касается спального лужа нашего настоящего индейца или индейской принцессы, то оно должно быть невысоким. В идеале это может быть ортопедический матрас, в меру жесткий и полезный для здоровья, на низком деревянном каркасе. Подиум или каркас для матраса можно купить в магазине или даже сделать своими руками. А покрыть это индейское ложе можно лоскутным покрывалом или разноцветным пледом. Сверху набрасываем шкуру животного, если вы неубежденные защитники животных, или если у будущего хозяина комнаты нет аллергии на шерсть. Звериную шкуру можно также постелить на пол. Альтернативный вариант – плетеные или домотканные коврики. Жилище индейцев создавалось из полностью натуральных материалов. Обстановка при этом была предельно лаконичной. Поэтому в интерьере нам также следует придерживаться максимальной экологичности и минимальных излишеств. Желательно, чтобы мебель, кровать, компьютерный стол, стул, кресло были выполнены из натурального дерева или ротанга. Роль прикроватной тумбы и шкафчика для одежды в интерьере с индейскими мастивами великолепно сыграет плетеный сундук. Подобными же плетеными сундучками, только поменьше, можно оборудовать стол для занятий, они прекрасно вместят в себя любые мелочи, и детская комната всегда будет в порядке. Всем известно, что во времена индейцев не было ламп электрического освещения. Но сейчас мы пользуемся всеми благами цивилизации, в том числе и электричеством. Чтобы наш осветительный прибор соответствовал стилистике помещения, мы подвесим к потолку плетеный абажур. Если найти такую вещь в магазине не получается, ее можно сделать своими руками из большой круглой плетеной корзины или даже широкой плетеной вазы, аккуратно проделав в донце отверстия для провода. Соответствующим образом можно оформить один или несколько настенных светильников, создающих рассеянный маленький свет. Если ребенок уже достаточно взрослый, то можно дополнить световое оформление комнаты керамическими светильниками. Будут ли в них поставлены горящие свечки или же использоваться ароматическое масло, полезное для здоровья, этот вопрос остается открытым и решается по усмотрению хозяев. Лаконичную обстановку комнаты в индейском стиле прекрасно дополнят яркие игрушки. Деревянные машинки, куклы из ткани и любые другие игрушки и игры, которые заинтересуют вашего ребенка, здесь будут к месту. Местом для их хранения могут также стать удобные сундучки и гробочки из ротанга. А книги могут расположиться на деревянных стеллажах. Что касается убранства стен в индейской комнате, то тут ваша фантазия может быть безграничной. Если проживающий здесь ребенок достаточно подрос, то на одну из стен можно повесить дартс для упражнений в меткости и снятия эмоционального напряжения. Стены можно декорировать индейскими пиктограммами. Они вырезаются из золотистой или любой другой бумаги и крепятся на обои или штукатурку. Их можно также нарисовать прямо на стенах. И последним штрихом комнате в индейском стиле станут аксессуары. Это могут быть изделия из перьев, развешанные по стенам, головные уборы, веера, яркие керамические тарелки, причудливые статуэтки. Подобные изделия можно в изобилии найти на витринах этнических магазинчиков или, к примеру, купить у перуанских индейцев, приезжающих в нашу страну. Спасибо за просмотр видеоролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии к видео. С вами была Алиса Иванова.